Что ж, пока более чем внушительно выглядит долговязый канадец. Свой баскетбольный рост в сочетании с весом всего-навсего 72 килограмма, то есть просто весовые характеристики. Вообще пугающие для тех, кто привык мыслить категориями нормальной жизни, а не велосипедных гонок высокого уровня. Держится, держится и держится. И если иметь перед ним запас в 40 секунд, в 50 секунд, это никаких гарантий не дает перед последней разделкой. Скарпони бездействует по-прежнему. Видимость атаки была только у канадца, и длилось это все 15 секунд. Также они уважают и, если угодно, боятся друг друга. Таких больших групп соперников одного уровня мы с вами не видели в новейшей истории, может быть, на этой стадии гонки вообще ни разу. Ни разу мы не могли рассуждать, что вот 6 человек могут претендовать даже и на победу, если сложится нормальная для них ситуация за оставшиеся всего-навсего несколько дней. 20 километров до финишной черты. И примерно 3 километра до макушки этой горы. Поддерживает всех. Наиболее громко, конечно, своих, но не жалеют. Ну, видите, вот кто такой француз. Да, и французские команды совершенно очевидны. Ладно бы еще зовет, только к итальянскому езду. Для всех как родной, поскольку тот, кто выдержал в горах на таком уровне, герой какое место не займет. Вполне олимпийский принцип присутствует. Да, Ниеве не хватило всего 10 метров для того, чтобы влиться в эту группу. На спуске должно хватить, чтобы все-таки к кому-то там хотя бы, но присоединиться. Спуск будет, может быть, агрессивный, а может быть, может быть, будет и просто розыгрыш спринта из небольшой группы. Который, напоминаю, не принесет никаких премиальных баллов, никаких премиальных секунд. Ну что ж, Микеле, где же атаки? Где же тот безошибочный стиль своевременного выстрела в горах? Боится, боится ошибиться, Скарпони и не идет. И лежит, тащит. В принципе, это всех устраивает. Для всех это большой плюс. Он увозит от грозных соперников. Но подиумная тройка, которую предсказывают практически все уже в течение двух недель, остается компактным формированием. И ни один из них не видно, чтобы кого-то из них заставили работать через «не могу» по большому счету. Совсем через «не могу» на 100%. И Скарпони, и Басо, и, что нам особенно важно, Бурито Родригес выдерживают это испытание примерно на одном уровне. Унестись ни у кого не получается, нет даже и попыток. Перспектива спускаться Куртино Дампетсо за Кунегу. Вот опять же, строй какие-либо тактические планы. Задумывай что-либо, чтобы потом обнаружить, что это ненаучная фантастика. Кунегу сейчас более чем в минуте позади. И если он даже подтянется полезным с точки зрения указания на оптимальных траекториях Микелес Карпони, он, естественно, ничего сделать не сумеет. Хотя, вы видите, борется до последнего и ищет Брузегина сейчас. Брузегин тоже будет хорошо включаться на спуске. Кадры оживает немного. Вот здесь тоже все-таки надо отдать должное французу. Самолюбие, по крайней мере, есть. Если нет суперготовности в данный момент, то есть ущемленная гордость. Бурито просто молодец. Вот, вот, вот. Главное, чтобы на спуске не было никаких непредвиденных дополнительных состояний, которые всегда могут быть, вы понимаете. Технического плана. Вот, и дефект дорожного полотна. Кто-то посыпался перед носом. На высоте почти два с половиной километра проходит он сейчас. И хотя видно, что он чуть-чуть более дискомфортно себя ощущал на определенных частях этого подъема, нежели Иван Бассо. Еще и против ветра сейчас идут. И ни одного торнанта на этом отрезке. Не Мувунту, но сценарий похожий. Погодка, правда. Погодка пятнадцати градусов на самом деле на солнце было. Максимальные точки подъема. Сейчас уже, конечно, прохладнее. Но для таких высот, понятно, что условия комфортные. Хотя на скоростях в районе сотни километров в час на обратной стороне, естественно, будет все равно очень холодно. В основном за счет наличия кемперов заранее сюда вышли. Встали на обочине многочисленные зрители. Кто-то успел тоже до перекрытия прорваться. Среди них этих многочисленных болельщиков, представляющих самые-самые разные страны. Есть и страны постсоветского пространства. Причем с каждым годом. Болельщиков все больше и больше. И всякий раз радуешься. Естественно, тем и потому, что люди имеют возможность сейчас доехать до таких больших гонок. Имеют возможность стать частью этого велосипедного сообщества. Ну, соответственно, славянцам здесь и любым представителям бывшей Югославии сейчас поболеть особо не за кого. Хотя, в частности, на Джердо Италии бывают их соотечественники. Ну, а вот Скарпони. Для того, чтобы просто формально хотя бы отметиться. Вот вы видите, только встает на ноги Скарпони. И Басу не то, чтобы сразу же летает с колеса, но, по крайней мере, чуть-чуть провисает. Это преддверие, я думаю, более серьезной борьбы в этом ключе в пятницу и в субботу. Ну, а пока за полкилометра до черты горного промежуточного финиша выходит миниатюрный Пуличино. Мальчик с пальчик, как называют. Потерявшего, может быть, всякие надежды в генеральной классификации, по большому счету, конечно, да. Но отличного горняка, тем не менее, под Цивилу. Цивилу, который в горном зачете близко не смотрится. Это еще что такое? За пару сотен метров до финиша выпадает из группы Скарпони. Чуть-чуть. Но, тем не менее, ритм такой, который демонстрируется под Цивилу, ему оказывается некомфортен. И это абсолютно то же самое, что мы наблюдали, когда, вы помните, он дернул, а потом из-под него пошел Родригес. И в результате Скарпони оказался в числе потерявших. Что-то не особенно выглядит и Микеле. Если бы это был не спуск, Куртина Дампетсо, я думаю, что его бы разобрали до конца. И на сегодняшнем этапе он мог потерять все. Вы видите, до последнего километра вроде бы ехал нормально, но только так осунувшееся лицо. Да, очень многие эксперты, кстати говоря, и очень многие его друзья и коллеги, которые хорошо знают Лаквилу. Они говорят о том, что он пересушен, о том, что у него нет запаса веса совсем. Но как отдержался канадец. Ругает нас это несколько так. Ура, но тоже не просто выпал, по-моему. Да-да. Молодчина Родригес какой. Нашел, наконец, правильное колесо Ивана Басо. Там кто-то пытался розовую ветровку забрать. Потому что, понятное дело, что всем будет прохладно. Но в результате представитель Катюши отдает все-таки в верные руки. Это совсем не лишнее одеяние при таких скоростях, которые будут в сторону Куртины. Но попробуй надень ее сначала, эту ветровку. При том, что скорость сразу набирается большая. И, может быть, даже это будет такой холостой выстрел. То есть придется ветровку куда-то выбрасывать. Скарпонио отхватил за менее чем километр почти полминуты. Поменьше где-то, потому что секундомер просто не остановили. Там два десятка секунд было. Но это показатель того, что можно потерять, если подобного рода этап финишируют в горе, а не под горой. Мьеве плюс Гадре. Хорошая пара. Сильная перспективная пара на этом даунфиле. Какие же роскошные доломиты сегодня у нас. Первый раз за последние годы мы видим всю невероятную архитектурную красоту этих гор, которые стали частью мирового наследия ЮНЕСКО, которые вдохновляли Толкина на написание его этих суровых, но обладающих невероятным магнетизмом произведений. На всякий случай Дани здесь тоже есть. Данииле Морено в целом боролся неплохо. Чоп в результате становится лучшим горняком Би-Эм-Си. При том, что все только и говорили, что про Пенотти, про Матиаса Франко. Гонка всех расставляет по местам. Ну и тем более совершенно непредсказуемая ситуация с тем, чтобы понять, кто же станет наследником секунду Мании первого победителя. Куртино Дампетсо. Земляка Джино Бартоли, который вместе с ним спускался из этой горы. Правда, потому что она была в то время совершенно еще не проезжая. В целом Пассо Джао открыли для гонки только в 1973 году, когда тут были градиенты под 20 и сплошное стеррато. Грунтовое полотно. Ну и вот этот провоцирующий высочайшие скорости, но обладающий целым рядом технических ловушек спуск. Здесь только бы не ошибиться. У лидера Катюши все в порядке. Сегодняшний экзамен главный он уже сдал. Второстепенный экзамен. Хорошая оценка за него зависит не только от самого спортсмена. Отряда обстоятельств отвезения. Скарпони бросился в догонку смело, отчаянно. И более острый, чем он это обычно делает на спусках. Деваться некуда. Терять больше. В общем, зачете Скарпони уже не может себе позволить такой роскоши. Проигрывая Бассо 15 секунд, но проигрывая Юхакиму Родригесу уже более полутора минут. И в этот момент снова видим, как поигрывает своими убористыми, но работоспособными мускулами канадец. Главная загадка этой гонки. Все ждут, что где-нибудь его окончательно накроет кризис. Но этого не происходит и не происходит. А на тех кусках, где можно отработать на этом спуске на больших передачах для развития максимальной скорости, статус лучшего раздельщика среди фаворитов генеральной классификации Хэши Далю помогает. Сбежать не сбегает, конечно. Но нервирует и заставляет работать всех. Группа Дани Морено. Морено сегодня был на подхвате, но, в принципе, подхват этот так и не состоялся. Родригес разобрался самостоятельно. Это радует, конечно. В конечном итоге именно индивидуальные данные капитана все и решает. Пошел в контратаку Родригес. Родригес не отпускать канадца. Улучшившийся индивидуальный ход, изменившаяся, ставшая более аэродинамичная и более эффективная посадка. Солидный подход при подготовке к нынешнему сезону. Молодцом. Молодцом. За пару поворотов всего-навсего хлестких. По крайней мере, поймал на короткие поводок канадца. Бассо предпочитает быть ведомым в такой ситуации. И все-таки, хоть он и сказал, что он гораздо более смело спускается. Часто спуски были для него камнем преткновения. Но все имеет свои разумные границы. Рисковать запредельно я не буду, говорит Иван Бассо. И вот опять же, сценарий сегодняшнего этапа показывает, что общекомандный натиск это одно, но в конце концов все остаются один на один. И, конечно, команда Бассо заслужила самые высокие оценки достижением своих целей. К сожалению, эти оценки за счет Астаны получаются, потому что выбили они обоих лидеров Астаны именно за счет своей бешеной протяжки. Но здесь нужно спускаться технично и быстро, и не рассчитывать уже ни на кого. У Пурито это получается идеально. Более компактный гораздо, чем Канадис. Но Канадис, кстати говоря, удивлял своей техникой спуска с крутой горы уже несколько раз. При том, что вроде бы ему, естественно, тяжелее, центр тяжести, насколько выше, чем у Пурито. Но он вваливается в повороты очень грамотно. Вроде бы как и не особо рискованно, с виду докажется, что все спокойно. Но Пурито лучше. Пурито быстрее мотоцикла. Пурито нейтрализует эту атаку под гору Канадса. Но если бы здесь были, конечно, прямые, большие, посмотрите-ка, нет ли сложности еще с недоеданием у Скарпони? Потому что как-то, вы смотрите, он совсем не добавляет. Он едет примерно в темп того, кто маячит перед ним, не вижу пока кто именно. 20 секунд проигрывает он Хеши Далю и Родригесу. Ну и Баса, соответственно, там секунд 5-7 максимум. Лишь чуть-чуть более осторожничает отец большого семейства. Но не забудем о том, что о своих детях, естественно, думает и Пурито. Я уже рассказывал о том, что он ложится и встает с мыслями о них. Ну... Одно дело судейская машина, другой... Да, забил ноги, забил ноги с Скарпони и не может включить их, вы видите. А там же еще будет выполаживание, выравнивание. Там же надо будет еще поработать на большой передаче. Но ноги просто-напросто заклинивает. Я так думаю, что на том куске, как-то 53-11, ну можно было прокручить. То есть десяток оборотов педали дать. Ух, вот это вот уже только нам ее и не хватало. Но выпрямились все вовремя, хотя уже все плывет перед глазами. Ау! И еще бы чуть-чуть и нарвался бы на этот столбик Поцовиво. Заметил его, по-моему, тоже самое последнее мгновение. В состоянии игроки все спускаются после такого восхождения. Но спускаются, демонстрируя совершенно потрясающую скорость. Гешдаль, Родригес, Басо, Поцовиво. Четверка лучших на данный момент. Основная группа. Ну то, что можно назвать ею. То есть там Ильчауски, Дегент, Кунэго. Они примерно две минуты сейчас уступают этому формированию. И между этими двумя группами еще две пары. В минуте Гадраниеве и Скарпони Уран. Примерно в четверти минуты. Уран висит перед Скарпони, но должны они сейчас соединиться и продолжить эту погоню. Про остальных, не входящих в элиту гора восхождения, вообще мы забыли временно. Посмотрим потом, надеемся, что примем их на финише. Хотя после такой адской горы, я думаю, что отхватят, может быть, минут пять даже. Примерно за два с половиной километра заканчивается до финиша этот спуск. Дальше будет чуть-чуть вверх, дальше еще один нырок. Ну и затем немножко в гору Тегунок. Сначала три процента, потом выполаживающийся до одной целых и восьми десятых процента. Ноги прикончили. Сам себе прикончил самое главное, Микеле Скарпони. Вот этой вот атакой на крутом куске горы, потому что... Нет, точку по уклону он сделал нормальную, выбыл отличный выбор сделал. Но вопрос-то в том, что это было слишком высоко. И в условиях кислородного и углеводного голодания это его добило. Второй раз даже видимость атаки его оказывается слишком наказуема. И что ж теперь, только по колесам ездить. Ну хотя бы начал крутить педали, а то он пару вот таких прямиков просто пропустил и не ставил большую... То есть передача стояла, а ноги-то даже только перекладывал. Басо вышел. Басо, который, естественно, пасается в крутой горе Скарпони. Хоть тот и отсечен сейчас и пытается добиться максимального преимущества над Микеле. Над Микеле, который находится примерно в данный момент в 20 секундах от этой группы. Пурито действует совершенно безукоризненно и грамотно. В очередной раз великолепно подготовила все команда. Довезла до больших гор. Ну а дальше Пурито, понимая, что здесь на этом этапе приобрести он ничего не может. По большому счету отказывается и терять. Проверял его кэш дали особенно жестко. Ну здесь он уже продышался. Здесь уже на спуске он почувствовал себя снова восстановившимся. Но может быть все-таки проверить. Красивая, красивая лидерская ветровка, которую он, похоже, сейчас не будет отдавать и куда-нибудь выбросит. От Скарпони уехал урана. Это говорит о том, что Микеле совсем худо. Вот Николай Трусов. Штатный спринтер Русвела. Говорит, что проехал свою гонку. Теперь смотрит жира вместе с товарищами по команде. Естественно, болея за Хуакима Родригеса. С которым бок о бок довольно долгое время выступал. С которым, естественно, подружились. Пока у нашей команды все получилось. Сегодняшний годный экзамен. Давайте пересчнем сначала к финиш, потом. Всегда немножко страшно. Всегда возможны какие-то случайности. Вот такие вот загородные, что ли, гостиничные корпуса. Хотя и картина все-таки городок-то такой. Когда вот говорят, знаете, ну для того, чтобы вам подняться на Кристаллу, вам нужно ехать на другую сторону города. Но туда пешком-то пройти, если без лыжных ботинок это... Сколько минут? Десять, наверное, получается. Ну чуть больше, может быть. Конечно, променад в центре города – это отдельная тема, где ходят разные представители Бомоунда, экспонируя такие дорогие вещи, дорогие украшения. Ну, кстати, ничуть не коробит их и то, что рядом ходят люди в спортивной одежде. И сконцентрированы на спорте, а не на том, чтобы продемонстрировать себя, а на склонах так сидеть и наблюдать за другими, нежиться шезлонга. Группа Кунего. Две минуты дефицита приблизительно. Первый раз, когда Бассо диктует прохождение поворотов всем. Нормально так. Никто на него не налетал, по крайней мере. И за это спасибо. Хэш-даль. На равных, на равных со всеми сильнейшими смотрится Эльдер Хэш-даль, чье второе место пока за ним надежно. А банификации, напоминаем, нет. То есть выигрыш или проигрыш этого этапа только с точки зрения большого личного удовольствия. Правда, иногда меняют правила по ходу, как говорится, уже при приближении. Но, по крайней мере, в изначальном положении проведения этих этапов была банификация только на одном этапе, на завтрашнем. На завтрашнем, который будет в основном под гору. И Скарпони, который на квадратных ногах пытается вылезти из седла, постепенно судороги отпускают. Но утрачено довольно много уже пространства. Полминуты примерно. Вот 19 секунд сейчас. 10 секунд отыграл. Начали работать ноги более-менее. Завтрашний день. Тайм-аут. После этого Скарпони будут разозленные и раненые. И, конечно же, очень опасные. Но, учитывая возможности Скарпони в гонку с раздельным стартом, ему на таких этапах мало просто одерживаться. Мало просто минимизировать потери. Ему надо идти вперед и уезжать от таких, как Фешдаль, в первую очередь. Пассо сложно вообще рассматривать на сегодняшний день хорошим раздельщиком. Потому что с тех пор, когда он перестал кататься вместе с Рисом, все-таки в этом компоненте он подсел. Бросился, бросился в контратаку Скарпони. Вроде бы как по GPS засекли. Сейчас 15 секунд. Вот видите, кто, кто какую-то хотя бы смелость проявляет, кто хотя бы пару километров активничает, после этого едет на зубах и страдает, как вот сейчас это происходит с Кешдалем как раз. Тут все равны, но равны в последнюю горку. Напоминаем, и Родригес начинает готовить ногу. Здесь уже королевских подарков, надо думать, не будет. 11 секунд до Скарпони. Скарпони тоже хороший финишер в гору. И Скарпони, и Родригес лучшие финишеры в гору, чем Бассо. Канадцу нужно пространство, чтобы завести свой дизель и раскачегарить. Дадут ли ему это пространство? Ньеве плюс Гадре. Было почти полторы минуты. Скарпони возвращается. Один из самых, согласитесь, потрясающих эпизодов сегодняшнего этапа. Скарпони не сдается все-таки. Топ претендентов становится шестеро снова. Три километра до финишной черты. Это примерно через полкилометра должно. Закончится это сумасшествие. И должна пойти опять более физическая работа. Скарпони стремится влиться все-таки в эту группу до того момента, как пойдет немножко в гору. Потому что там снова может прикусить судорогой ногу. Сколько раз он уже почти смыкался с мотоциклами. Колеса воска едва его не подсекла. Но там нет, здесь драматизировать не будем. А вот были ситуации действительно, когда уже на грани падения на высокой скорости все было. Ну и когда есть вот такие прямики, вы видите, опять под 100. На этом довольно узком полотне. Впервые, когда был Джао в 73-м, то дорога имела ширину всего-навсего 3 метра, вообразите. Скарпони возвращается. Скарпони, выпавший за 500 метров до последнего горного финиша сегодняшнего этапа, умудрившийся отхватить более полуминуты отставания из-за судорог, которые его начали мучить. На спуске не сразу, в несколько приемов, все-таки приехал в эту группу. Готов ли он финишировать? Все-таки немножко вверх ведь там. Тут уже начинаются игры, хотя по большому счету здесь надо не играть, а утверждать свое преимущество. Приглашают, естественно, нашу Пурито. И Баса решает сниматься, поскольку, разумеется, у него финиш, скажем прямо, немного туповатый. И может он только за счет хорошего темпа отъехать. Тем более, что здесь насиделся в колесах на спуске. Напоминаем, что здесь щелкает секундомер и засекается чистое преимущество. Никаких нейтрализаций нет. И Баса пытался отыграть хотя бы пару десятков секунд. В кои-то веке начал действовать в стиле капитана Катюши. То есть не упускать никакого даже второстепенного шанса. Но этим шансом тоже не дали воспользоваться. Красный флаг перед финишем. Немножечко исторических дорог. Здесь обычно на въезде арки при проведении крупных соревнований. С рекламой этих самых соревнований. Шесть человек борются за приоритет на сегодняшнем этапе. Завод, кстати, очень симпатичный. Вот посмотрите альбом, если на моем фейсбуке. Там видно как раз эту колокольню. И здесь была выставка ледяных скульптур. Самый-самый центр картины. Пешеходный, кстати говоря, центр картины. Где автомобильному транспорту, вообще-то говоря, не положено ездить. Но ради Джиро до Италия отменяются любые ограничения. Ну, чуть-чуть в сторону от пешеходной улицы. Дальше уедут сейчас спортсмены. Сейчас проезжает район как раз дорогих бутиков. Где так любят попозировать обладатели сверхвысокого социального статуса. 600 метров до финишной черты. Спринтерская игра отправляет Родригеса на замыкающую позицию. Далековато встал. Уран так корчится ужасно. Но он, может, действительно затратил большие усилия. Может, такая боевая гримаса. Поехали. 350 метров. И горочка, а не горка на финише. Скарпони выскакивает. Бассо заламывается на тяжелой передаче. И такое ощущение, что со Скарпони толком не борются. Но у него не пошли ноги. Бассо выходит. Выходит с колеса Бассо. Родригес. Мы вспомним флэш Волонь. Выигрывает Пурито Родригес. Второй свой этап на Джирдо Италия 2012 для Катюши. Красивейшая развязка. И он сегодня не просто сдал экзамен. Он сдал его на 5+. Он лучший сегодня. Вот так вот. Обладатель лучшего финиша в гору в этой компании. Примерно такого же, как и Скарпони. На Скарпоне сегодня был не настолько хорош. Становится во второй раз победителем этапа в Джирдо Италия. Они не покорялись ему в прошлом году. Хотя он был близок к успеху в этом году. Все пошло с сериями. Еще более утверждается в качестве лидера. Группа Кунэго. Ньеве. Дегента. Пришлось немножко подоступить. Вы видите Гадре. Хорошо. Хорошо выдержал. Очень с хорошим запасом выдержал. Никаких признаков того, что он залежет слишком глубоко в долге своему организму. Завтрашний этап аккуратно. Ну а потом дуплет решающих горовосхождений. Пока он выглядит как минимум не слабее кого-либо из своих сильнейших соперников. Почти полторы минуты. Вторая группа относительно первой. Ну это помощники Поцца Вива. Поцца Вива, кстати говоря, проиграл чистым временем. Там секунды 3-4. Но проиграл. Выпал из группы под конец. Ну вот такие они эти супервысокогорные этапы. С большим внутренним напряжением сначала и с взрывом в конце. Причем, согласитесь, что все-таки магистральные события для судьбы гонки произошли сегодня. К сожалению, сегодня в числе главных проигравших Астана. Но вы видите, что характер Тиралонго и Кройцегер все же проявляют и пытаются поймать не более двух с половиной минут. Приезжает тоже на дубевших совершенно ногах заслуженный ословот Италии мужественный ветеран Мартио Брузегин. Ну и на двойное награждение отправляют капитана российской команды. Как сказали итальянцы в Гадзета Дельно Спорт сегодня отступать ему некуда, потому что слишком важное он звено слишком серьезной амбиции у общероссийского проекта частью которой он частью которого он стал и он понимает ответственность он несет ее, он ее выдерживает. И снова все получилось. Не страшно загадывать вперед, потому что все бывает в спортивной жизни но сегодня гонка в его исполнении опять пройдена филигранно без единого лишнего движения но с максимальной своевременностью решающей атаки. Так отписал своему бывшему гонщику уже в довольно далеком прошлом согласитесь, учитывая короткий все же век в профессиональном спорте Мануа Сайс этот год твой Пурито потому что и команда и ты на высочайшем уровне сложится ли все так же идеально когда-либо еще да и учтем, что все-таки 33 года это не 27 не упускает эту возможность кричат ему из Испании то же самое кричат и из России и он чувствует себя не под перекрестным огнем а наоборот в потоках какой-то теплой энергии которая возносит его все выше и выше и вот обратите внимание что все-таки здесь максимальное взаимоуважение между двумя главными соперниками дуэль пока выглядит должна же быть все-таки это полемика и должна быть это дуэльная борьба между двумя сильнейшими в каждой гонке она становится совершенно особой в том случае когда находятся два суперлидера среди прочих достойностей противостояния там между тем же Мерксом и Джимонди вот на этой гонке на Джирдо Италия такая борьба последние дни перед Италией пока вроде бы как между Родридисом и Иваном Пассо Карпони чуть-чуть до нее не дотягивает пока это еще имеет только такое психологическое значение завтрашний день наверняка естественно Карпони постарается использовать для восстановления в то же время мучающая всех Ликвига может быть и опять начнет рвать и на завтрашнем спринтерском этапе для того чтобы в долг приехали к предпоследнему горному этапу напоминаем что сегодня бонификации нет поэтому победа Хакима Родригеса не отражается в секундном преимуществе но это была согласитесь очень важная очень ценная очень приятная победа победа уже не только для того чтобы как можно скорее оставить след на гонке боясь что может быть потом утратит он свою позицию как это было на Вуэльте допустим нет здесь уже победа действительно от того что есть запасы от силы пускать не стоит вот она красавица Куртина Дантеццо которая была совершенно заштатным крохотным городишкой до того как изобрели горнолыжный подъемник и здесь сразу же стали ловить все последние тенденции об этих тенденциях времени не хватит сегодня рассказать потому что сегодня был действительно увлекательный по содержанию своему спортивному репортаж поэтому я подброшу вам еще раз ссылочку где про картину более-менее подробно писал в статье туризм тем временем в Венгрии продолжаются баталии водные совсем другая стихи не каменных исполинов а чистейшей воды в бассейне поболеем там за пловцов вместе с Николаем Суприным а пока всего доброго до завтра завтра вроде бы транзитный день интересно попадет или не попадет в лимит времени Марк Эвендиш хотелось бы ему этого пожелать Кристофу тем более ну и еще раз пусть состоится спринтерская развязка последняя уже теперь на Джирдо Италия до завтра Субтитры создавал DimaTorzok